Скидки, скидки, скидки. Уже через месяц-полтора практически каждый баннер, билборд или сайт туристических агентств будет извещать о начале тотальной распродажи пакетных туров. Специалисты в свою очередь говорят, это искусственно созданный ажиотаж. Причем миф этот – дело рук самих туристов. Самая страшная акция, которая вызывает легкую радость у любого уважающего себя туриста – это большая скидка, которая непосредственно предоставляется самим агентствам. Однако зачастую бывает так, что агентство ведет себя недобросовестно. Ввиду этого случаются ситуации, когда туристы оказываются без отдыха, даже уже заплатив энную сумму или же полную стоимость своего турпакета. Скупой платит дважды. Как заявляют специалисты, уважающее себя и своих туристов агентство не станет давать скидку больше 3-5% от стоимости тура. Если вам предлагают дисконт 7 и более процентов, стоит задуматься и побольше узнать об агентстве. Акции с большими скидками могут позволить себе лишь туроператоры, да и то при условии уступок со стороны принимающей стороны – отельеров. Именно они предлагают спецусловия по акции раннее бронирование и предоставляют скидку до 40%, но исключительно на проживание. Не стоит при этом забывать, что, скорее всего, заплатить за тур придется сразу и целиком. Курс валюты нестабилен, а взаиморасчеты в рублях пока лишь слухи. Мы пока не видели рублевых контрактов, если честно. Конечно, расчеты осуществляются с Кипром в евро. И более того, на прошлой неделе, если не ошибаюсь, министр финансов Египта, он был очень удивлен этим вопросом. То есть, на самом деле, финансовые структуры страны Египта, они мало осведомлены о том, что происходит вокруг них какая-то шумиха и какие-то переходы на расчеты в рублях. Впрочем, рублями в ряде стран можно было расплачиваться и раньше, но по крайней невыгодному курсу. Об этом, кстати, вам должен рассказать менеджер по туризму. Чем больше он информации предоставит, тем лучше турист подготовится к предстоящему путешествию. Также агентство может дополнить тур приятными бонусами. Многие агентства предоставляют бесплатный трансфер в аэропорт, либо страховку, либо какие-то расширения услуг. Но, опять-таки, далеко не все. Смешные ситуации, если они говорят, то кто-то говорит, что у нас будет бесплатная виза в безвизовую страну. То есть, как так может быть, если визы нет, какой визе вообще в принципе идет речь, но такое было. Но, пожалуй, самый приятный бонус для пермского туриста может сделать даже не ательер, туроператор или агентство. Увеличение спросов и предложение на зарубежные туры станет следствием реконструкции пермского аэропорта. Будет ли он действительно международным? Давайте объективно признаем, на сегодняшний день у нас международный аэропорт. Называется международный аэропорт Пермь. Но наличие изредка чартерных рейсов сейчас там в Турцию и в Египет, но сложно назвать, наверное, это международным аэропортом в том смысле, который подразумевается. Приход международных игроков на пермский рынок повысит конкуренцию и увеличит поток выезжающих туристов. Ведь куда приятнее начинать путешествие из родного города, нежели добираться до места отдыха на перекладных.